Привет всем, кто смотрит это видео, в котором я хочу показать, как мы можем сжать или уменьшить размер картинки без использования фотошопа. Мы будем использовать подручные средства, а также интернет. Ничего скачивать и устанавливать на свой компьютер не нужно будет. Сразу нужно оговориться, что изменить вес картинки, изменить ее размер это разные вещи. Вот у меня есть несколько файлов. Вес картинки это количество мегабайтов, которые она занимает в памяти компьютера. А размер картинки это высота и ширина в пикселях. Например, вот картинка 2560х1920, другая картинка 2813х1875, но я думаю с этим все понятно. Итак, первый способ это использование социальных сайтов сервиса. Таких сайтов существует в интернете довольно много. Я несколько лет уже пользуюсь вот таким сайтом tini.png.com. Он меня полностью устраивает. Именно на примере него мы посмотрим, как можно сжать картинку. Он позволяет загружать до 20 картинок одновременно и каждая картинка должна быть не более 5 мегабайт. К сожалению, на почти на всех этих сайтах, которые предлагают сжатие картинок, существуют ограничения. Вот в данном случае картинка должна быть не более 5 мегабайт. И дальше в видео мы посмотрим, что мы можем сделать, если картинка у нас все-таки больше 5 мегабайт. Давайте выберем... Можно загружать сразу несколько. Выберем картинки. Мы их просто выделяем у себя в проводнике и перетаскиваем сюда на сайт. И вот пошло сжатие. Ну вот, все файлы обработались и мы видим, какой был размер перед сжатием и какой получился после сжатия. Некоторые сжались довольно сильно, некоторые менее. Теперь мы можем либо скачать по отдельности каждую картинку здесь, либо скачать все вместе в виде архива. Давайте скачаем все вместе. Предлагает нам сохранить. Находим нашу папку и сюда сохраняем. Итак, мы получили архив. Разархивируем его. И посмотрим на качество фотографии. Как видим, эти файлы весят уже меньше 1 мегабайта. И давайте откроем весь экран, чтобы посмотреть, какое качество фотографии. Как видите, невооруженным человеческим глазом качество даже не пострадало. Можем сравнить с оригиналом, с оригинальными картинками. Визуально качество точно такое же. Вот. Такой первый способ сжатия картинок. И давайте теперь посмотрим, есть ли картинка все-таки больше 5 мегабайт. Если у вас на компьютере установлен Windows, то мы можем воспользоваться встроенной программой. Например, наводим курсор на картинку. Правой кнопкой мышки выбираем меню. Открыть с помощью программы Paint. Вот таким образом. И теперь эту нашу картинку мы заходим в меню File. В меню File. Сохранить как. Выбираем нашу папку. И, например, сохраняем ее здесь, но уже с другим именем. И сейчас сравним. Заходим в нашу папку. Вот наши две фотографии. Одна весит 6 мегабайт с хвостиком. А вторая, как мы видим, с теми же самыми размерами, 2560 на 1920, весит уже 1,8 мегабайт. Посмотрим на качество изображения. И сравним с оригиналом. В принципе, визуально разница даже незаметна. Вот такой способ еще есть. Так сказать, подручными средствами без использования сторонних программ. Если этого сжатия мало, то можно этот же файл снова прогнать через этот сайт. И уменьшить вес фотографии еще больше. И давайте уже, раз мы коснулись этой темы, посмотрим, как мы можем уменьшить размер фотографии. Именно размер в мегапикселях по ширине и высоте. Давайте этой же программой. Программа Paint. Входим здесь в меню «Изменить размер». Выбираем пиксели. Здесь необходимо проследить, чтобы стояла галочка «Сохранить пропорции», иначе фотография исказится. И, например, 1920 по горизонтали, по вертикали нам программа сама посчитала, сколько должно быть пикселей. Например, «Окей». И если мы еще сохраним. «Сохранить как». Изменим ее имя. И посмотрим, что эта фотография уменьшилась. Теперь она 1920 на 1440. И, соответственно, уменьшился ее вес. Что, в общем-то, логично. Ну, в общем-то, друзья, это все, что я хотела сказать в этом видео. То есть, мы посмотрели, как мы можем уменьшить вес фотографии, а также, как уменьшить ее размер при помощи программы Paint, которая установлена на Windows. И при помощи такого сайта tinypng.com Если видео было для вас полезно, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. И до новых встреч!